Я сегодня оделась по форме, потому что 1 сентября, но не по погоде, потому что у вас здесь, в Ровенской области, очень холодно. Научите меня настраивать эту сиялку, чтобы я была еще круче агрономом. Орлица! Я вообще думала, что мы поедем так. Техника безопасности. У нас уже пищит, что я не пристегнутая. У нас техника безопасности на первом месте. Все. Уходим. Первое сентября началось замечательно просто для всех, потому что мы работаем. И изначально, когда мы договаривались о встрече и о наших планах на сегодняшний рабочий день, мы упомянули о том, что у нас посев, все говорят, что уже поздно сеет рапс. На сегодня 7 рапс. Это какой-то предрассудок или действительно такие сроки посева себе плохо сказываются в ваших регионах? Мы не боимся поздних сроков, у нас грунти, которые позволяют работать в таких сроках. Мы не можем сказать, что это супер-классно делать так все, но мы можем сказать, что в наших условиях, на наших полях так працювати можно, чим мы и занимаемся, власне. Больше привязывали, завтра старались отсидеться до 1 вересня. Не по причине того, что мы боимся поздних посев, а по причине того, что у нас потім великие площади озимого гибридного жита чекают, а гибридное жито очень плохо реагирует на поздние посевы. Мы стараемся закрыть посевы на гибридное жито до 15 вересня. Для того, чтобы отсеять планово свои площади, нам нужно начать, соответственно, в районе 2-3 вересня посев гибридного жито. А для этого, в свою очередь, нам придется сиять в зиму гибридного жито. Хочу зацепить, так как мы вопрос подняли по поводу жито, вот на поле, где мы сеяли рапс, там был предшественник как раз жито. Вот. А до жито, на минуточку, была посадка сосен. Ну, посадка – это голосно сказано. Просто были сосны, которые там самосеялись и благополучно росли роков, как минимум 20, может, и больше, до того, как пришли туда мы. Раскручивали все это и посеяли. 20 лет сосна росла. Пришли они. Решили сеять рапс. Вот. Но я еще, меня интересует вопрос по поводу урожайности все-таки жито, которое было высено на поле, где ранее была сосна. Урожайность конкретно этого поля, по которому мы ходили, на котором мы делали съемки. Это поле 22 гектара, целина. Там, что вы видели, залишки даже сосен рослинности. Из этих 22 гектаров мы в этом году скосили близко 130 тонн жито. И я особисто оцениваю показник, как достатньо позитивный. То есть это выраженность более 6 тонн гектара, как для свежего введенного поля, как для умов достатньо стрессовых на новой осени, конкретно для жито. Чтобы было очень сухо. И это жито сходило в жовтні, после того, как пройшло дождь 27 вересня. И это был очень большой риск. Весна нам помогла. И как бы и агрономи спрацювали правильно, подтянули десь газотом, десь регуляторами. Ну, удалось. Ну, культура, до речи, очень интересная для таких пионерных полей, которые нужно вводить. Ну, я бы не рад, может быть, с репаком, например, заходить сразу в целые поля. Это тяжело делать. Репак очень тендитный в посеве. Жито, хоть и тоже технологичный, очень гибридный, как раз в отличие от сортового. Но оно в якости пионерной культуры почувает себя шикарно. Ну, таки поля. А поделитесь, какой компанией жито вы сели? Компаней КВС мы их жито шляхом таких экспериментальных проб рівняли с сортами и с гибридами других компаний. Пока что оно конкуренцию выиграет у всех аналогов. И в этом году у нас основная площадка была занята гибридом Этерну. Невелика была домишка 20% гибриду Бразетто, который мы уже три маим в производстве. Дуже классный гибрид. Если, снова, у кого-то не набита технология, то, мабуть, буду рекомендувать Бразетто, как сам по співвідношению живучости и классичности. Дуже классный гибрид. Исторично склалось. Взагалі репак з'явился в нашем господарстве, дякуючи КВСу, потому что они просто наголо привезли нам репак и сказали, посейте демо. Мы не сияем репак, а нас не хвилюет. Вы посейте демо. Ну, мы посеяли демо. И когда первый год на демо один из их гибридов закрыли в 48 сантиметров, мы начали сиять репак. Это настойчивость дает результаты. Ну, не завжди. Я не люблю сильно агрессивный маркетинг. Но, вообще, альваро, гибрид КВСовский, мабуть, мы были, ну, возможно, не первые в Украине, но мы наибольшие площадки мали цего гибриду в свой час. В первые годы, когда альваро зашел в Украину. У нас были наибольшие его площадки. И вот он лишь раз зашел. И потом и другие подтянулись. Підфактор был другим гибридом после альваро, который, по производству, то он был другим, который до нас попал. В этом году мы сияем марк. Это третий гибрид уже из их линейки, который в производительных условиях вырослется. Был на апробации Умберто, их новинка. Зашел? Скажем так, я не видел по нему пока что чего-то вищего, чем альваро. Альваро уникальный гибрид тем, что он на таких очень слабких писках, как у нас, он действительно показывает классные результаты, он перебивает конкурентов. Когда он попадает в нормальные условия, конкуренти его давлять. То есть он классический гибрид, пластичного спреймирования, который не имеет высоких, хотя я вспомнил, что в 48-м, наверное, на демо, это как раз был альваро. Он может давать высокую продуктивность, но это проявляется очень хорошо на слабых полях, где другие гибриды просто не могут выжить. За сейлку хочу спросить, самую первую американскую, которую мы смотрели, то, насколько я понимаю, только вы такой сейлкой вообще пользуетесь в Украине? Или еще есть хозяйство, у которых такая техника присутствует? Гридплейнс 16-25, их есть много, но это обычные 16-рядные севалки без спаренного рядка, который я показывал. А именно таких, таких конкретных модификаций, когда-то из-за цикавности задавали вопросы представникам официйным, они сказали, что в Украине было твое, а другая была где-то на Волине, работала, и они не знают, что они имели опыт конкретно по репаку, но по соняшнику в кукурузе они ее использовали достаточно активно. То есть на рапсах вы пока единственная? Ну, в таких масштабах, мабуть, не точно. Потому что технология интересная, что-то широкорядное посево-репаку, но я вижу, что каждый год увеличивается количество господарств, даже на 70 северных, они переходят на высев 45-50 см в межрядке, кто переходит на широкорядный посев репаку. И интересно, что мы видели потингер ТРСМ зернова села Алкане, и мы в этом году сели виробничий соняшко. Это абсолютно зеркальное отхиление от нормальной технологии. Мы кукурудзами севалку сием репак, а репаковый сием соняшко. Но в том и есть сенс. И сенс это он практикой нарушен. Все, что у нас виплевает, в нерозумной голове, воно приходит сначала апробацию, не только с демонстрационной диланкой, потом на чуть-чуть большом масштабе, и только если мы видим, что воно працюет и за разных умов, значит, воно тогда вводится в виробничество. Сейчас мы направляемся на агрополигон ваш, да? Так, агрополигон это, скажем, напевумовная назва. Зараз это уже не умовная назва, это уже конкретная локация, которая имеет конкретного виконавца, как раз Володимира. И, скажем, изменилось принципово то, что мы сейчас делаем акцент на публичности информации и о этих вследствиях. Вернее, мы это делали для себя, сами соби тихонько что-то работали, сами соби это использовали. Сейчас мы пытаемся максимально публично выносить это все до людей, доносить. Чем больше обмена информации объективной, тем скорейше и нам в том числе. Сейчас мы уже находимся на агрополигоне Захит Агропрома, где нам Владимир сейчас расскажет суть и цель вообще данного проекта. Главной целью нашего аграрного полигона является в первую очередь это усовершенствование и отработка технологий непосредственно как бы в данных условиях. С учетом того, что выращивание культур у нас в хозяйстве идут высокоинтенсивные, иначе тут никак, поскольку ни почва песчаная, ни условия выращивания не простят, если чего-либо упустить. Поэтому интенсификация технологий является ключевой такой, ну, ключевым моментом. вы как энциклопедия собираете всю информацию по технологии, которая может применяться в данном регионе, на ваших грунтах, и независимо от гибрида, вернее, не то, что гибрида, а компании, которые производят тот или иной сорт или гибрид, и то же самое по СЗР. Ну, как говорил Олег Анатольевич, получается, мы занимаемся тем, чтобы узнать и применить тот или иной препарат в нужное время, и как бы не говорить, не рубить с плеча, что что-то плохое, что-то хорошее, а именно найти ему применение в тот момент, когда это необходимо. Вот получается задача Агрополигона. Ну, в целом выходят результаты, которые мы получаем положительные из массы всего, что мы делаем, мы внедряем непосредственно в производство, ну, дабы получить максимальный урожай, максимальную продуктивность от культуры. Вот это есть основной целью нашего полигона. Здесь получается, кроме того, что демонстрационные делянки, где высеваются гибриды, здесь более приближенные к производственным делянки, где испытываются, как я уже говорил, средства защиты растений, ну, и микроудобрения, стимуляторы роста. Также есть закладки там по способам посева культуры, это уже относительно кукурузы. Довольно-таки широкий спектр исследований, которые мы проводим такие вот в целом. Я поняла. если вы еще думаете, какой гибрид, сорт подобрать в этой области, спокойно приезжайте на агрополигон, смотрите, изучайте, вам всю информацию предоставят спокойно, ничего не утаивает, открыто все плюсы и минусы. Это мы снова возвращаемся к теме поздних сроков посева, потому что у нас изначально наше интервью было связано с тем, что мы рапс сеем поздно и как бы то, что подсолнух мы посеяли поздно, Филоди нет, рапс сеем поздно, сезон следующий нам покажет, хотя вы говорите в предыдущем сезоне тоже сеяли поздние сроки и вас результат радовал, да? Так что походу все меняется и нам действительно нужно пересмотреть все свои даты, графики, посевов тех или иных культур потому что ты никак не можешь предугадать что может быть в следующем сезоне но раз уже такие наработки есть я считаю что к ним нужно присвящаться все неоднозначно не можно в бизнесе гибрид который не подходит для бизнеса к России это логично на самом деле полистайте каталог сперва однозначно как минимум начало например текст гибрид репаку мает очень резкий старт то он логично подходит к позже посеву но это не означает что они можно посевать чуть ранее понятие позже и ранее каждое индивидуальное я знаю наших суседей в этой же зоне порядка северный репак в конце северный лепня даже в середине летня начали посевну и был такой случай один когда попросил коллега аэроному посмотреть ему поле ситуация была такая что когда мы северный репак они уже второй раз сделали регуляцию максимальными дозами ретродант после этого я знаю точно они еще двое в результате их репак так и не перезимовал при всем он перерос и все он перерис его его били регуляторами как могли это уже не регулировали это уже просто били по голове чтобы остановить ну каждая рослина должна быть в адекватном состоянии в адекватном Субтитры создавал DimaTorzok